Всем доброго дня, друзья! Японские мотоциклы заслужили большое уважение и почёты во всём мире, как надёжная и качественная техника. Именно по этой причине они продаются миллионами штук ежегодно. Однако не все модели из страны восходящего солнца доступны самим японцам, а идут чисто на экспорт. Именно такие новые мотоциклы мы сегодня с вами и рассмотрим. Начать я хочу со знаменитого гипербайка Kawasaki ZX14R. Может показаться, что в Японии со всевозможными ограничениями ему будет тесновато, да и великовато для маленьких жителей этой страны. Однако его прямой конкурент Suzuki Hayabusa там свободно продаётся. Мотоцикл по меркам Японии оснащается просто гигантской 1441-кубовой рядной четвёркой, которая выдаёт 210 л.с. и 162 ньютон-метра крутящего момента. При сниженной массе в 269 кг эта махина, даже если туда усадить сразу 5 японцев, от нуля до сотни выстрелит за 3 секунды. Максимальная скорость свыше 300 км в час. Средний расход топлива 7 литров на 100 км. Ёмкость бака 22 литра. В США за Kawasaki ZX14R просят от 16,5 тысяч долларов. Это примерно полтора миллиона рублей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Непонятно по какой причине, но японцам недоступен шедевр от Хонды, заводской кастом Хонда WT1300CX Fury. Хотя в Японии этот мотоцикл, спасибо импортерам, часто встречается на дорогах. Хонда Fury изначально ориентировался на гигантский рынок США, где сегодня продается по цене в 11,5 тысяч долларов или 1 миллион 30 тысяч рублей. Двигатель здесь в Этвина объемом 1312 кубических сантиметров жидкостного охлаждения. Максимальная мощность составляет 75 лошадиных сил и 107 ньютон метров крутящего момента. При снаряженной массе в 300 килограмм от 0 до 100 фьюри разгоняется около 6 секунд. Максимальная скорость 160 километров в час. Средний заявленный расход топлива 5,5 литров на 100 километров. Ну и бак здесь в угоду дизайна весьма скромный 12,8 литра. Средний заявленный расход топлива 5,5 литра. Средний заявленный расход топлива 5,5 литра. Там за него просят сейчас 5 тысяч долларов, это 450 тысяч рублей. Сердцем вседорожника является одноцилиндровый двигатель воздушного охлаждения, объем которого составляет 196 кубических сантиметров. Он выдает 16 лошадиных сил и 15 ньютон метров крутящего момента. За питание отвечает 28-миллиметровый карбюратор Микони. При баке емкостью 7 литров официально заявленный расход топлива составляет 3 литра на 100 километров. Максимальная скорость 120 километров в час. Снаряженная масса 128 килограмм. Весьма обеспеченные японцы все равно не имеют возможность купить у себя дома короля спортбайков Кавасаки Ниндзя H2R. У них в доступе только спорттурист H2SX. Зато самый технологичный спортбайк компании продается во многих других странах. Например, в США за него просят 58 тысяч 100 долларов. Это по нынешнему курсу 5 миллионов 200 тысяч рублей. У нас он, наверное, будет стоить все 10. За эти сумасшедшие деньги вы получаете эксклюзивную для мотоциклов мощность в 326 лошадиных сил и 165 ньютон метров крутящего момента, которую выдает рядная 998-кубовая четверка с центромбежным нагнетателем. При снаряженной массе в 216 килограмм от 0 до 100, H2R телепортируется за 2,5 секунды. Максимальная скорость достигает 400 километров в час. Высота по седлу 830 миллиметров. Субтитры создавал DimaTorzok Могучий пауэр-круизер Suzuki Bolivar M109 Airboss, который на данный момент продается в США, где за него просят минимум 15 600 долларов. Это по нынешнему курсу 1 миллион 400 тысяч рублей. Мотоцикл оснащается двухцилиндровым V-образным двигателем жидкостного охлаждения объемом 1783 кубических сантиметра, который выдает 125 лошадиных сил и 160 ньютон метров крутящего момента. От нуля до сотни круизер со снеженной массой в 347 килограмм разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость 200 километров в час. И несмотря на такой объем, средний заявленный расход составляет 5,8 литра на 100 километров. Бак вмещает 19 литров топлива. Максимальная скорость 200 километров в час. Так же, как и Кавасаки Ниндзя H2R, в Японии невозможно купить и дорожную версию этого мотоцикла – Кавасаки Ниндзя H2. Благодаря двухскоростному центробежному нагнетателю 998-кубовая рядная четверка выдает 231 лошадиную силу и 141 ньютон метр крутящего момента. При снаряженной массе в 238 килограмм от нуля до сотни H2 разгоняется около 3 секунд. Максимальная скорость ограничена на отметке в 299 километров в час. Средний расход топлива заявлен в 6,2 литра на 100 километров. Высота по седлу 825 миллиметров. США за спортбайк просят минимум 32100 долларов. Это почти 2 миллиона 900 тысяч рублей. Субтитры создавал DimaTorzok Компания Сузуки у себя дома практически полностью прекратила продажу своей знаменитой спортивной линейки. Последним пока остается доступен только знаменитый злобный литр Сузуки G6 R1000. Однако это продлится совсем недолго, так как он уже снят с производства. Но это не мешает производить его для рынка США, где он довольно популярен. Там за него просят 16400 долларов. Это 1 миллион 470 тысяч рублей. Здесь рядная 999-кубовая четверка выдает 201 лошадиную силу и 117 ньютон метров крутящего момента. Одну надо сотни спортбайк разгоняется за 2,9 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 299 километров в час. Снаряженная масса мотоцикла 202 килограмма. Баф вмещает 16 литров топлива. Максимальная масса мотоцикла 202 километров. Далее идет легендарный тур эндуро Yamaha 1200 Super Tenere, который продается в США по цене в 16300 долларов. Это сейчас 1 миллион 460 тысяч рублей. Мотоцикл имеет рядный двухцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения объемом 1199 кубических сантиметров. Он настроен на мощную тягу с самых низов и выдает 112 лошадиных сил и 117 ньютон-метров крутящего момента. Разгон от нуля до сотни около 4 секунд. Максимальная скорость 220 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,5 литров на 100 км. Бак вмещает 23 литра. Снаряженная масса составляет 261 кг. Хода подвесок 190 мм спереди и сзади. Клиренс 205 мм. Высота по седлу регулируется от 845 до 870 мм. Японцам не доступен Сузуки Булевард Си-50, который зато продается в США и имеет две версии. Обычная стоит 8900 долларов, это 810 тысяч рублей. Туринговый булевард Си-50Т с лобовым стеклом, кофрами и спинкой стоит уже 10400 долларов или 950 тысяч рублей. Сердце мотоцикла является V-образная двойка объемом 805 кубических сантиметров, которая вырабатывает 51 лошадиную силу и 69 ньютон-метров крутящего момента. Разгон от нуля до сотни занимает 6 секунд. Максимальная скорость 180 км в час. Снаряженная масса Си-50-277 кг, Си-50Т-292, бак вмещает 15,5 литров топлива. Хонда Шаттл 750 Фантом Этот круизер с черноматовыми элементами японцам также не доступен. Он продается только в США по цене в 8400 долларов. Это 750 тысяч рублей. Круизер оснащается 745-кубовым ветвином жидкостного охлаждения, который выдает 44 лошадиные силы и 62 ньютон-метра крутящего момента. Максимальная скорость 170 км в час. Снаряженная масса 250 кг, бак вмещает 14 литров топлива. За его классическую версию в хроме Хонда Шаду 750 Аэро просят 7950 долларов или 715 тысяч рублей. Сузуки ДРЗ-400С очень успешно продается в США за 7200 долларов. Это 650 тысяч рублей. Эндуро оснащается 398-кубовым одноцилиндровым двигателем жидкостного охлаждения, который выдает 40 лошадиных сил и 39 ньютон-метров крутящего момента. Разгон от 0 до 100 5,5 секунд. Максимальная скорость 150 км в час. Снаряженная масса мотоцикла 144 кг. Бак вмещает 10 литров топлива. Именно эта модель легла в основу всем известного Мотардо ДРЗ-400СМ, который стоит чуть подороже 7900 долларов или 710 тысяч рублей. Мотардо ДРЗ-400С. В Японии не продается и новинка 2024 года от Хонда CB500 Хорне. На самом деле это всем известный среднекубатурный некид Хонда CB500F, который подвергся рестайлингу и сменил название. Полулитровый шершень получил новую светодиодную фару и новый TFT-дисплей. Он оснащается тем же двигателем, что и раньше от Rebel 500. Рядная двойка объемом 471 кубический сантиметр выдает 47 лошадиных сил и 43 ньютон метра крутящего момента. В боевом состоянии мотоцикл весит 189 кг. При этом бак вмещает приемлемые 17 литров. Цена в США 6900 долларов или 620 тысяч рублей. Кавасаки ВН1700 Вулкан Ваяджер. Этот туристический мотоцикл был задуман для рынка США, где продается по цене в 19 300 долларов. Это 1 750 000 рублей. Сердцем Ваяджера является 1700 кубовый V-Twin жидкостного охлаждения, который выдает 73 лошадиные силы и 136 ньютон метров крутящего момента. От нуля до сотни эта 402-килограммовая махина разгоняется за 5,5 секунд. Максимальная скорость около 200 км в час. Средний заявленный расход топлива 6,5 литров на 100 км. Бак вмещает 20 литров. Также на американском рынке продается и версия Вакуэра по цене в 18 600 долларов. Это 1 700 000 рублей. Субтитры создавал DimaTorzok Спорт-байк, который полюбился тем, кому 600 кубиков маловато, а 1000 многовато, знаменитый Suzuki GSX-R750. Последний раз этот самый злой среднекубатурный спорт обновлялся в далеком 2011 году. Однако это не мешает ему сегодня успешно продаваться в США по цене в 13 000 долларов. Это 1 170 000 рублей. Здесь 749-кубовая рядная четверка выдает 150 л.с. и 86 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 190 кг GSX-R750 от 0 до 100 разгоняется за 3,2 секунды. Максимальная заявленная скорость составляет 270 км в час. Бак вмещает 17 литров топлива. Субтитры создавал DimaTorzok Honda XR650L Эта старенькая модель Enduro производится с 1993 года и продается практически без изменения до сих пор в Северной Америке, где за нее просят 7 000 долларов. Это 630 000 рублей. Одноцилиндровый 644-кубовый двигатель выдает 41 л.с. и 51 ньютон-метр крутящего момента. Снаряженная масса мотоцикла 157 кг. Максимальная скорость 160 км в час. Средний заявленный расход топлива 5 литров на 100 км. Бак вмещает 10,5 литров топлива. Высота по седлу 950 мм. Хода подвесок 295 мм спереди и 280 мм сзади. Кавасаки КЛР650 Кавасаки КЛР650 Который выдает 34 л.с. и 53 ньютон-метра крутящего момента. В снаряженном состоянии в зависимости от версии мотоцикла весит от 209 до 214 кг. Средний заявленный расход топлива 4,9 литра на 100 км. Стандартные хода подвесок 200 мм спереди и 185 мм сзади. Бак вмещает 23 литра. Бак вмещает 23 литра. Этот поистине легендарный классический мотоцикл, который увидел свет в далеком 1978 году, до сих пор производится, но естественно не для Японии и даже не для США, а только для некоторых азиатских стран. Например, в Таиланде на официальном сайте за мотоцикл просят сегодня 295 тысяч бат, что в пересчете на рубли составляет приличные 720 тысяч рублей. И СР-400 по-прежнему оснащается простым одноцилиндровым двигателем воздушного охлаждения, который выдает 23 л.с. и 27 нм крутящего момента. Снаряженная масса мотоцикла 174 кг. Бак вмещает 12 литров топлива. Средний расход заявлен в 3,4 литра на 100 км. Максимальная скорость 130 км в час. Мотоцикл до сих пор оснащается кикстартером. Кавасаки Vulcan S. Очень популярный во всем мире круизер в США стоит 7 350 долларов. Это 660 тысяч рублей. А в Японии из круизеров доступен только дохленький эллиминатор 400. Стильный Vulcan S оснащается 649-кубовой рядной двойкой, которая выдает 61 л.с. и 42 нм крутящего момента. При снеженной массе в 229 кг от 0 до 100 мотов мотоцикл разгоняется за 4,2 секунды. Максимальная скорость 190 км в час. Средний заявлен расход топлива 4,5 литра на 100 км. Бак вмещает всего 14 литров. Сузуки DR-650S. Этот старенький эндуро, который без изменения продается аж с 90-го года, доступен естественно только в США по цене в 7 100 долларов. Это 640 тысяч рублей. Он оснащается одноцилиндровым 640-кубовым двигателем воздушно-масляного охлаждения, который выдает 46 л.с. и 56 нм крутящего момента. Максимальная скорость 150 км в час. Разгон до 105,5 секунд. Средний заявленный расход топлива 6,5 литров на 100 км. Бак вмещает 13 литров. Снаряженная масса мотоцикла 166 кг. Высота по седлу 885 мм. Ход подвески 260 мм с обоих концов. Снаряженная масса мотоцикла 166 км. Кавасаки Вулкан 900 От нуля до сотни круизер разгоняется за 6 секунд. Максимальная скорость 170 км в час. Средний заявленный расход топлива 5 литров на 100 км. Бак вмещает внушительный 20 литров. Снержанная масса 281 кг у Classic и 277 кг у Custom. Снаряженная масса 133 кг. Бак вмещает 20 литров. 10 литров топлива. Максимальная скорость 120 км в час. 10 литров топлива. Самым маленьким представителем серии стал Versus X300, который доступен только в Австралии и Северной Америке, где за него сейчас просят 6200 долларов, это 560 тысяч рублей. Бюджетный туристический эндуро оснащен двигателем от снятого с производства городского спортбайка Kawasaki Ninja 300. Это рядная 296-кубовая двойка жидкостного охлаждения, выдает 40 л.с. и 26 Нм крутящего момента. Снаряженная масса мотоцикла 175 кг. Средний заявленный расход топлива 4,1 литра на 100 км. Бак вмещается 17 литров. Максимальная скорость 170 км в час. Максимальная скорость 170 км в час. Yamaha V-Star 250 Этот малокубатурный круизер очень популярен у начинающих любителей этого класса. Однако новым в Японии его не купить. Доступен он в Северной Америке. Там за него просят 4700 долларов. Это 420 тысяч рублей. Мотоцикл оснащается 248-кубовой V-образной двойкой воздушного охлаждения, за питание которой по-прежнему отвечает 26-мм карбюратор Микони. Силовая установка выдает 23 л.с. и 21 Нм крутящего момента. Максимальная скорость 150 км в час. Снаряженная масса 147 кг. Бак вмещает 9,5 л топлива. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова